Сегодня серпуховские огнеборцы провели в седьмой школе День противопожарной безопасности. Спасатели поделились профессиональными секретами со старшеклассниками, рассказали об истории создания пожарной службы в России и показали современную технику. Маргарита Кирикович расскажет подробности. В 1803 году в Санкт-Петербурге создана первая пожарная команда из 11 частей. С истории пожарного дела в России начали встречу с современными огнеборцами. Почти за два века существования профессиональных служб избегилось многое. Однако цели и задачи у пожарных прежние – спасать людей и имущество от огня. Об этом старшеклассникам седьмой школы рассказали представители профессиональных пожарных и спасательных служб Серпухова и добровольной пожарной дружины «Дружба». Наше подразделение существует уже более 10 лет. Оно организовано именно в Московской области. Насчитывает количество где-то 8,5 тысяч человек. Сотрудникам Мособлпошспаса сегодня приходится не только тушить пожары, но еще и ликвидировать последствия ДТП, спасать животных и открывать двери, когда люди теряют ключи. Школьники смогли в этот день побывать и в пожарной части. Правда, экскурсия была виртуальная. Здесь пожарные отдыхают. Вообще, подразделение пожарной охраны находится на боевом дежурстве 24 часа. Рассказ о службе опасной и трудной старшеклассников вызвал немало интерес. Особенно много вопросов возникло при знакомстве с техникой, выставленной во дворе учебного заведения. На службе у серпуховских пожарных самые современные машины. Вы видите перед собой два боевых пожарных автомобиля. Пожарная автоцистерна на базе автомобиля «КамАЗ» и на базе автомобиля «Урал». Производительность пожарного насоса 40 литров в секунду. Все слышат меня? Школьники внимательно слушали рассказ пожарного и тут же задавали вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько вам воды хватает, когда вы уезжаете на пожары? Вообще, на 5-10 минут. В зависимости от производительности в отдельных слоях. Какими качествами личными и профессиональными должен обладать спасатель? И где можно получить образование? На эти и другие вопросы ребята также получили ответы. И сетеклассник Александр Коширин серьезно заинтересовался работой пожарных. Я хотел бы работать с структурой МЧС России, чтобы помогать людям, окружающим. А чтобы Александр Коширин и его одноклассники больше узнали о профессии, которая их заинтересовала, огнеборцы пригласили ребят уже на реальную экскурсию в пожарную часть. Продолжение следует...